ох ребята мы так нагуляли аппетит поэтому сейчас мы приготовим секретные рулетики здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала с вами как всегда алексей грильков и сегодня мы приготовим замечательные секретные рулетики в чем секрет сейчас расскажу да ребят особо секретов нет просто блюдо действительно очень вкусные и сытные подойдет к любому какого-нибудь хорошему ужину например пригласите друзей сделать я думаю что вы удивите приятно своих гостей в чем заключается фишка фишка в том что мы будем брать свиной карбонат делать стейки и отбивать всю дурить из них чтобы они были тоненькие тоненькие далее я вас научу делать соус обмазка который называется тироков перри я выговорил это слово черт возьми далее мы будем начинять и запекать безумно вкусно мы сделаем немножечко пикантно так как вы знаете что я люблю острое ну я вам расскажу как можно минимизировать эту ассорту если например вы не любите острое блюдо давайте наконец-таки создадим этот великолепный соус обмазка поехали давайте пройдемся немножечко по ингредиентам нужным на самом деле это такой общем минимум но очень нужный нам понадобится 200 грамм сыра феты но его уже такую посудину затолкали предстоит далее перец чили тоже необходим нам в этом деле половинка лимона вернее нам понадобится сок и оливковое масло ребят это все давайте приступим к приготовлению добавим для начала оливкового масла две столовые ложки будет достаточно делаем все на глаз глаз алмаз кстати пока все это дело делаю хотелось бы вам кое-что рассказать это обмазка очень хорошо подойдет также к хлебушку если вы его сделаете на гриле немножко подкоптите обмажьте будет тоже вкусно но мы вам покажем все это тоже сделаем далее перец чили чем можно заменить он дает очень такую слабую пикантность как я считаю потому что это все в массе поэтому что делаем делаем мы следующее нам нужно избавиться от зловесных косточек потому что не семечек потому что они дают основную остринку если мы их уберем соответственно не будет не будет огня так скажем если вы любите сильно пикантно хотя ребят честно скажу я сильно пикантно тоже очень люблю но я не враг своему здоровью потому что получается очень и очень остро так что вычищаем перчик таким вот образом и сейчас мы с вами нарежем на мелкие кусочки перец дорезан отправляем его в нашу посудину господи откуда эти слова все беру непонятно далее ну элементарно нам понадобится пол лимона сока ребят вообще по идее в классическом рецепте используется виноградный уксус честно говоря уксус не хочется использовать я хочу именно это дело все припорошить лимоном но если у вас лимона нет хотя я верю что он у вас есть скорее всего у вас нет как раз виноградного уксуса то нужно добавить то есть буквально где-то получается 2-3 столовые ложки выжмите от лимона он придаст нужную кислинку разумеется никакой ни о какой соли и перца не идет речи добавлять в этот соус обмазку не надо потому что но вы видели перец чили сыр фета сам по себе очень соленый все что теперь нужно сделать это берем вилку и нами на им чтобы добиться однородной массы ребята мы используем карбонат рецепт на 700 грамм то есть что нужно сделать нужно порезать на кусочки ну по размеру где-то по толщине сантиметр тире полтора нарежем сейчас покажу как получается он что-то похожее далее берем молоточек для отбивания мяса и приводим состояние состояние очень тонкой пластинки сейчас покажу насколько тонкой ребята кстати по мясу в принципе подойдет и шея неплохо сюда карбонат более бюджетное мясо и она я считаю что подходит тоже неплохо вот добились вот такой вот пластиночки скажем так что нужно сделать чуть-чуть посолить но ребята не перебарщиваем то есть щепоточка небольшая можно добавить немного перца свежемолотого и эту процедуру делаем для двух сторон то есть переворачиваем также досаливаем главное не переборщите так как сама обмазка у нас довольно таки и соленая и пикантно ребята все готово то есть в принципе мы готовы собирать что хотелось бы сказать по поводу овощей мы выбрали синенькие баклажаны так как я считаю что они со свининой крайне здорово сочетаются если вы не очень любите замените либо цукини либо кабачками хоть это одно и то же по сути мы выбрали синенький то есть у нас получилось 9 лепешек так сказать свиных и мы их сделали вот таких вот 9 брусочков 9 брусочков что еще нам понадобится нам понадобится зубочистки зачем сейчас увидите они очень нужны в этом деле нам ну что давайте соберем покажу вам в чем принцип берем так сказать блинчик и обмазку не очень много но довольно таки достаточно смотрите на глаз и по всей поверхности разносим соус теперь самое легкое берем синенького ребят по размеру можете делать чуть поменьше я просто сделал такие пластинки мне кажется что будет здорово если сделать именно с такими что нужно сделать нужно завернуть чтобы получился некий рулетик вот таким вот образом у нас все это получается берем зубочистку и протыкаем в так сказать в соединение соединение вот таким вот образом лучше сделать из двух сторон так будет надежней чтобы во время приготовления баклажан оттуда не выпрыгнул так сказать и здесь делаем похожую процедуру получается вот такая вот штука ну что ребята пришло время приготовить данное блюдо хотелось бы сказать всем тем кто будет готовить его дома разумеется это сделать можно с использованием духовки духовку раскочегайте до 180 170 градусов положительно про помажьте вернее противень подсолнечным маслом либо оливковым что у вас есть скажем так и положите по готовности 20-25 минут и за это время раза два переверните так как мы будем на гриле готовить займет у нас 15 тоже 20 минут приготовления скорее даже 15 тем кто будет готовить на мангале с использованием решетки потому что это безумно удобно если вы на решетку все это дело опустите зажмете и переворачивать там это будет готовиться в разы быстрее так как у мангала жар больше идет поэтому там 10 минут на и но за это время переверните хотя бы два-три раза ну а мы выставляем и 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 Вот мы и подошли к самой вкусной части в нашей передаче. Давайте попробуем, что получилось. Хотелось бы заметить, что соус с обмазку Тиро Кафтери мы оставили немножко, сделали тосты, как говорили в начале передачи, и обмазали. Получается очень вкусная, легкая закуска, то есть, в принципе, на столе будет... Даже если вы сделаете, в принципе, как самостоятельное блюдо, такие закусочки, я думаю, что все ваши гости оценят 100%. Также мы пожарили немножко синих, ну, здесь что вам показывать, ребят? Синенькие пожарите, много ума не надо, как говорится. Давайте попробуем основное блюдо. С виду выглядит обалденно, честно. Ребята, не забывайте, что нужно вытаскивать зубочистки. И используйте деревянные. Честно говоря, тут отец проходил недавно и говорит, ты ребятам передай, чтобы они пластиковые, они не использовали. Поэтому, ребята, деревянные. Не забудьте вынуть. Очень достойно. Сейчас расскажу, почему. Ребята, что касаемо вкуса. Вкус действительно очень интересный. Это не какая-то, это необычная свинина. То есть, это можно сделать стейки, да, свиные. Это будет одно блюдо. Ребята, с этим соусом обмазкой тирокофтери, это блюдо превращается в какой-то восторг. Потому что сочетание сыра брынза вместе со свининой, это что-то нечто. Но хотелось бы отдельно заметить по поводу острого перца чили, который мы добавили в сие соус. Вы знаете, при том, что я люблю острое, очень острое, я бы сказал, такой среднячок пикантности. То есть, я думаю, что многим понравится и нет вот этого вот обжигающего вкуса. За счет чего это блюдо такое более-менее становится универсальным. Бутербродики эти, ну, это космос. Это действительно космос. Я думаю, что вы должны попробовать сделать хотя бы их. Но свинина, это вау. Так что, обязательно приготовьте, радуйте себя и своих близких. По денежке у нас получилось 360 рублей. Да, ну, это того стоит. Это реальные три порции. То есть, три-четыре даже. То есть, ну, кто как кушает, скажем так. Я думаю, что у нас это хватит на 3-4 порции, чтобы вот так вот от пуза, скажем так, наесться. Ну, а с вами был, как всегда, Алексей Грельков. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова